Достигай Израиль и весь мир Дорогие друзья, сегодняшний выпуск очень важен. Я назвал его whoami.com, и сегодня вы узнаете, как эффективно рассказывать другим о своей вере, а затем я отдам вам простой, но новейший инструмент, которым вы можете воспользоваться прямо на своей странице в соцсетях и сразу же стать евангелистом. Я покажу вам три коротких видео. Первое видео отвечает на вопрос «Кто я?». Второе видео отвечает на вопрос «Почему я здесь?». Есть ли что-то помимо этого? Ну а в третьем видео я расскажу вам, как сделать следующий шаг и помочь людям пойти на этот шаг, не выходя из дому, с помощью ссылки на вашей странице. Глубоко внутри каждый человек желает лучше понять, кто же он. Итак, поехали! В последнее время появилось множество компаний, помогающих людям узнать их корни. Человеку нужно лишь отправить образец своей слюны в эту компанию. Она проведет анализ и может определить происхождение этого человека. Затем человек получает результаты анализа, в котором написано, что вы отчасти еврей или славянин, или ваши корни идут из России или из Азии. Люди желают знать, кто они. И они думают, что если они узнают свои корни и кем были их предки, то смогут лучше понять самих себя. Люди хотят знать свою идентичность. Эта информация не очень-то сильно помогает нам понять нашу идентичность или кто же мы такие на самом деле. Но стремление узнать наши корни, конечно, правильное. Однако компании, продающие нам эти результаты, никогда не смогут дать нам ту идентичность, которую мы ищем. Ищем по-настоящему. Чтобы понять, кто мы, нам нужно пойти немного дальше, чем вопрос, кем были наши предки и откуда они родом. Нам нужно вернуться в самое начало, что приводит нас к следующему вопросу. Мы с вами появились в результате какого-то взрыва, который, как считают некоторые ученые, произошел 13 миллиардов лет тому назад. И в этом не было никакого божественного предназначения. То есть мы появились случайно, или же мы появились не случайно, и причиной этому был сам Творец. Ответив на этот вопрос, мы получим подсказку, которая поможет нам ответить на этот вопрос. Так кто же я такой? Сейчас мы сконцентрируемся именно на этом. А потом мы ответим и на другие вопросы. Например, почему я здесь? И есть ли что-то помимо этой жизни? Но давайте подумаем, возможно ли, что 13 миллиардов лет тому назад, в еще не существующем открытом космосе, произошел массивный взрыв, и что он произошел без какой-либо причины. Если мы говорим, что такой взрыв был, то нам нужно ответить на вопрос, а что вызвало этот взрыв? А если мы знаем причину взрыва, то нужно спросить себя еще и о том, а что же вызвало ее? Иными словами, мы можем неустанно спрашивать, а что вызвало то, а что вызвало это, и так далее. Наш разум устроен так, что мы постоянно ищем причинно-следственные связи. Но чтобы разобраться в тайне сотворения, нам нужно прийти к выводу, что если бы не было кого-то или чего-то, что существовало само по себе, без какой-либо причины, то нам пришлось бы вечно спрашивать, а что вызвало это? Все должно было с чего-то начаться. Это единственное возможное объяснение. Но давайте посмотрим на это под другим углом. Если мы посмотрим на все, что есть вокруг, то даже если на первый взгляд что-то может показаться хаосом, то при детальном рассмотрении мы увидим в этом разумный замысел и дизайн. Например, птицы сами знают, куда лететь, зимовать на юг. Куда и, самое главное, когда. А когда в наше тело попадает инфекция, оно сразу же создает антитела. И эти антитела сражаются с тем, кто вторгся в наше тело. Откуда наше тело знает, как создавать антитела, которые могут побороть инфекцию, вирус и других посягателей? Все очень просто. В наше тело встроен интеллект. Такой встроенный интеллект есть в каждом творении. Откуда даже самые примитивные животные знают, как заботятся о своих детенышах? Откуда шимпанзе знает, чем кормить своих детей? В каждом творении есть встроенный интеллект, потому что за каждым творением стоит разумный дизайнер или создатель. Давайте рассмотрим теперь вот такой пример. У вас в гараже стоит стол, а на нем три банки с разными красками, потому что перед этим вы что-то красили. Однажды вы входите в гараж и случайно, сами того не замечая, врезаетесь в этот стол. Банки с краской падают на пол и выливаются на цементный пол гаража. Вы смотрите на пятно от краски, а из него получилась идеальная картина. На полу вашего гаража нарисован красивый дом, а на крыльце стоят папа, мама и маленький ребенок. Вокруг дома красивый белый забор, во дворе играет маленькая собачка, а в небе светит солнце. Думаете, такое возможно? Могут ли три банки краски, которые случайно упали на пол, случайно создать такую красивую картину? Конечно же нет, потому что для такой картины нужен разумный творец. В каждом творении наблюдается наличие интеллекта. И это еще не все. Глубоко внутри мы с вами знаем, что нечто хорошо, а нечто плохо. Например, глубоко в душе все мы знаем, что помогать человеку, который в беде, это хорошо. И мы чувствуем гнев, когда людей обижают или поступают с ними несправедливо. Но никто ничего не делает, чтобы остановить это. Например, насилие над детьми. Все мы понимаем, что это плохо, и этому нужно положить конец. Откуда мы можем знать, что хорошо, а что плохо, если бы не наш внутренний компас? Если бы не он, мы бы не знали разницы между тем, что хорошо, а что плохо. А еще внутри нас есть чувство справедливости. Когда мы узнаем, что кто-то попал за решетку по ложному обвинению, внутри нас поднимается возмущение и жажда справедливости. Мы понимаем, что это неправильно. Человек не должен сидеть в тюрьме за то, чего он не делал. Почему у нас есть чувство справедливости? Да потому что внутри каждого человека есть понятие морали. Но почему у нас есть мораль? Разве что потому, что мы были созданы разумным Богом, у которого тоже есть понятие морали и чувство справедливости. А еще у нас есть сознание. Как мы можем объяснить то, что у нас есть самосознание? Можно ли объяснить сознание и самосознание взрывом, который произошел миллиарды лет тому назад? Ученые говорят, что это был обычный взрыв, и в нем не было ничего духовного и никакой причины. Но это не так. Подумайте еще вот о чем. У нас с вами есть способность любить. Откуда взялась эта любовь? Мы действительно способны любить и заботиться о людях. Недавно я видел, как в какой-то местности проходил концерт, и на этот концерт пришел серийный убийца. Он начал просто стрелять в людей, и погибло где-то 50 человек. Но там был один человек. Он бежал от пуль, и когда он бежал, то увидел лежащую на земле раненую женщину. Он остановился и помог этой женщине. Как вы можете объяснить эту любовь и желание защитить? Это можно объяснить лишь тем, что есть Бог, который и есть любовь. И Он вложил в людей способность любить. У нас есть сознание, способность любить. И все это невозможно объяснить случайным взрывом, произошедшим без причины. Это можно объяснить лишь тем, что мы с вами были созданы самосуществующим Богом с моральными принципами. И у Него есть цель и предназначение для нас с вами. У Него есть цель для каждого. Как вы видели, в первом видео мы подводим людей к логическому заключению о том, что они появились от разумного Творца. Когда люди понимают, что мы созданы Богом, это помогает быстрее прийти к пониманию того, почему они здесь, что они делают на земле. В следующем видео я отвечу на остальные два вопроса. Почему я здесь? И есть ли что-то, кроме этой жизни? Итак, внимание на экран. Почему я здесь? Смотря на нашу жизнь, можно сделать вывод, что мы живем, дабы стать успешными, или получить повышение, или найти вторую половинку, ну и так далее. Но давайте разберемся, почему мы здесь на самом базовом уровне. Мы знаем, что успех не приносит полного удовлетворения. И деньги тоже. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Мы просыпаемся утром, быстро выпиваем свой кофе, выбегаем из дому и приезжаем на работу, а затем мы весь день работаем, возвращаемся домой, ужинаем, смотрим телевизор, а на следующее утро снова на работу. Мы бежим по жизни, как белка в колесе. Мы крутим и крутим это колесом, будто бы успех и деньги могут дать нам удовлетворение. Но они не могут этого сделать. Кто-то сказал, что только те, у кого денег нет, думают, что в деньгах счастье. Все те, у кого есть деньги, знают, что хотя с деньгами жить проще, чем без денег, и хотя деньги решают много проблем, но они не могут удовлетворить нашу душу. Так почему же мы здесь? Все сводится к отношениям. Только отношения удовлетворяют нашу душу. Они приносят счастье и удовлетворение. Если в вашей семье недавно родился ребенок, то вы знаете, что радость от появления этого маленького человечка принесла огромное удовлетворение вашей душе. Вы ощутили такую радость и такой мир, что ничто в мире не сравнится с этим. Многие люди сегодня ищут свою вторую половинку, свою родную душу. Вот почему такими популярными стали соответствующие приложения. Люди хотят иметь связь. Почему люди хотят иметь связь и близкие отношения с кем-то? Почему они хотят этого больше всего в жизни? Потому что отношения приносят нам большее удовлетворение и чувство полноты, чем что-либо другое. Человеческие отношения — это намек на божественные отношения. Так же, как вы желаете близости с другим человеком, Бог, создавший нас по своему подобию, тоже желает отношений с нами. Он создал нас для отношений с Ним. И вот почему мы здесь. Чтобы развивать близость с тем, кто создал нас. только в этом можно найти истинное удовлетворение, настоящую любовь, радость и мир, а еще и безопасность. И все это можно найти, познавая Бога, который создал нас для себя, для того, чтобы мы наслаждались отношениями с Вечным Творцом. Следующий вопрос. Есть ли что-то помимо этого? Иными словами, есть ли что-то большее, чем то, что мы можем ощущать своими органами чувств? Вы знали, что есть множество исследований на тему так называемой клинической смерти? Я говорю не о каких-то странных исследователях, а о докторах медицины и докторах наук, которые провели множество исследований того, что испытывают люди, когда их тело признают клинически мертвым, но потом они возвращаются к жизни. У всех этих людей много общего. Они покидали свое тело, могли смотреть на него сверху и понимали, что теперь они не в теле, а что-то вроде духа. Они смотрели на свои тела и даже видели докторов, которые пытались вернуть их к жизни. У некоторых еще вся их жизнь проносилась перед глазами, а потом они видели божественный свет, или иными словами, они понимали, что есть нечто большее, чем эта земная жизнь. То, что мы переживаем здесь за 70, 80 или 90 лет, нашей жизни, то, что мы переживаем здесь, это менее 1% всей реальности. Я приведу вам такой пример. Когда вы смотрите на другого человека, вы можете видеть цвет волос этого человека, его пол, приблизительный возраст, рост и вес, но вы не можете видеть его органы. Все это спрятано внутри. Вы не можете видеть его мысли и взгляды на жизнь. Мы видим лишь поверхностно. То же самое касается и нашей реальности на Земле. Есть куда больше, чем то, что мы видим. Когда мы рождаемся в этот мир, то в начале все это в мире кажется нам новым, незнакомым. В детстве природа кажется нам такой свежей и новой. Затем мы начинаем ходить на свидания. И поначалу в этой сфере для нас все новое. Затем мы впервые выходим на работу. Поначалу все новое. Но если вы похожи на меня, то со временем чувство новизны исчезает. И с годами вы смотрите на мир так. А, там я уже был. Это я уже пробовал. Но есть ли что-то большее? Конечно же есть. Когда наш срок выходит, когда наше тело умирает, какая-то часть нас продолжает жить. Это и есть наша душа. Она вечная и бессмертная. Затем наша душа встречается с тем, кто ее создал. А чтобы больше узнать об этом, я рекомендую вам посмотреть последнее видео. Итак, сейчас переходим к этому отрывку. Как вы поняли из контекста этих видео, они были созданы для достижения нерелигиозных людей и даже тех, кто убедил себя в том, что Бога нет. Мы подводим людей к логическому заключению, что Бог есть. Мы стараемся сделать это максимально логично. Эти экзистенциальные вопросы, которые мы задаем, открывают сердца людей, и они приходят к выводу, что Бог есть. А затем им нужно принять решение о том, что они будут делать с этой информацией. В следующем видео под названием «Что дальше?» Я рассказываю, что нужно сделать, чтобы начать настоящие и живые отношения с Создателем. Итак, вначале мы узнаем, кто же мы такие, вообще откуда пришли, а потом для чего, и теперь, что дальше. Бог — это Дух, есть только один Бог. И этот Бог, который есть Дух, нашел способ, как мы можем общаться с Ним. Этот способ — это Его Сын, который умер на кресте за грехи человечества. Иисус сказал, «Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Нет другого имени под небом, которым мы с вами можем спастись, кроме имени Иисуса. Что я имею в виду под спасением? Мы спасены от прошлого, то есть от последствий наших прошлых грехов, от всех мыслей, которые были вразрез с волей Божией, от всех слов и поступков. Итак, в первую очередь мы спасены кровью Иисуса от последствий наших прошлых грехов. Во-вторых, мы спасены в нынешнее время. Через Иисуса наши отношения с Богом спасены на данный момент. Мы спасены от тьмы, от сил этого мира, которые работают против нас. Мы спасены от того, что может нас победить. Бог спасает нас в настоящее время. Он вкладывает в нас свою жизнь. Он дает нам свой дух. Он вкладывает его в наши тела. Итак, мы спасены от прошлого, мы спасены в настоящем, а также есть еще спасение в будущем. Это означает, что когда наша душа покидает наше тело, когда тело умирает, душа отправляется к Богу. Перед тем, как пойти на крест, Иисус сказал, «Я иду приготовить вам место». Если бы это было не так, Я бы не говорил вам об этом. Иисус сказал, «Я иду приготовить вам место, ведь в доме Моего Отца очень много обителей или комнат». Иными словами, «Там много места для обитания». Либо Иисус есть Тот, Кто Он говорил, а именно, путь, истина и жизнь, и причем единственный путь к Небесному Отцу. Либо Он Тот, Кто говорил, либо Он лжец, который намеренно обманывал людей для каких-либо своих целей. Или же Он был сумасшедшим, как сказал известный богослов, Он либо лжец, либо сумасшедший, либо господь. И за 40 лет моих поисков Бога через Иисуса, я понял, что Бог реальный. Он здесь. Он сверхъестественный. И Он открывается тем, кто ищет Его. А что нужно сделать, чтобы прийти к Богу через Иисуса Христа? Нужно сделать две вещи. В Библии используется слово «покаяние». Оно довольно старомодное или кажется таким, но на самом деле оно означает изменить направление. Иисус сказал, «Если вы не покаетесь, то умрете». То есть покаяться значит отвернуться от пути, по которому следует мир, и не давать миру программировать вас. Думаю, вы уже заметили, что многое из того, что происходит в этом мире довольно деструктивное. Людей больше волнует внешнее, а не внутреннее. Иными словами, вы идете в ресторан и видите, что люди сидят за столами, но не общаются друг с другом, а общаются в телефонах в какой-то псевдореальности. Иисус сказал, «Покайтесь», то есть выходите из мира, «И следуйте за мной». Значит, нужно изменить направление. Мы больше не следуем курсу этого мира. Мы не берем принципы того, что хорошо и плохо из мира. Вместо этого мы обращаемся к Иисусу, чтобы следовать Божьим путем. Итак, номер один, вам нужно покаяться. Покайтесь, следуйте за мной, «Я дам вам благодать для спасения». Номер два, вам нужно поверить. Но поверить во что? В то, что Иисус тот, кем Он себя называл, что Он умер на кресте за наши грехи и что Он Бог воплотил. То есть Иисус — это Бог, который принял человеческий обрик, чтобы прийти на землю и умереть на кресте за наши грехи. Невиновный Бог в человеческом теле умер за виновных людей. И принимая этот Божий дар, смерть Иисуса за нас, мы получаем прощение, становимся невиновными перед Ним и можем иметь отношение с Ним. Итак, во-первых, мы верим, что Иисус — это тот, кем Он себя называл, и что Он воскрес из мертвых. Во-вторых, мы поворачиваемся к Нему и следуем за Ним. И вы можете сделать это прямо сейчас. Это очень просто. Скажите, Бог, я готов следовать за Тобой. Я верю, что то, что я сейчас услышал, это правда. Отец, я готов следовать за Тобой. Я устал идти в своем направлении. Я хочу отдать мою жизнь Тебе и прямо сейчас последовать за Тобою. Прошу Тебя, войди в мою жизнь, прости меня и спаси меня от моего прошлого. Спасай меня в настоящем и спаси меня для Твоей будущей славы. Если вы сказали это с искренним сердцем, то у вас только что началась новая жизнь. И Бог славы начнет проявляться в вашей жизни. Зайдите на наш веб-сайт и нажмите на ссылку «Найти Иисуса». А также подписывайтесь на нас. Я буду рад нашему общению. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Завершим передачу и благословит вас и сохранит. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Это новая евангелизационная кампания под названием «Кто я?» была запущена на Тайм-сквер на огромном билборде прямо над рекламой программы «Доброе утро, Америка». Мы начали с Тайм-сквер, потому что хотели, чтобы эта кампания достигла всего мира, и мы решили, что Тайм-сквер это знаковое место для достижения людей, не знающих Иисуса. То же самое мы делаем с помощью этой программы. Как вы понимаете, эта реклама обошлась нам в тысячи долларов. Но мы тратим такие деньги, потому что считаем, что очень важно достигать этот мир Евангелием Господа Иисуса Христа. Но без вас мы не можем этого сделать. Только благодаря вашей любви и финансовой поддержке. Мы можем делать такие вещи, как эти рекламные кампании, которые видят весь мир, не только Америка, все люди на этой земле. Если вы отправите нам свое пожертвование, то мы сможем вместе спасать этот мир. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537 на земле. Многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Иисуса». «Узнавая Иисуса»